всем здорово народ с вами варчик в этом видео продолжаем обозревать главные новости в ворду танкс прошлый видос вам понравился надеюсь этот тоже зайдет поэтому ставьте лайк и погнали с 19 мая в локализации ru региона уберут английский язык я даже не знаю о чем тут делал каждый регион наши замечательные игры ворду танкс друг от друга отличался азиатский кластер допустим мог очень сильно от нашего отличаться в то же время как европейские или американские не сильно но думаю что со временем теперь различий будет больше следующая новость очень важно и я надеюсь она останется надолго в ваших умах вытолкнет что-то действительно важное из вашей головы и останется там навсегда поскольку добавят новый ночной ангар гонки на драконь их лодках я даже придумал новое слово драконе но все это для китайского кластера я же говорил что это очень важная новость ведь все же мы пользуемся ангарами на китайских серверах на самом деле что из этого можно понять что может быть мододелы засунуть себе в мод пакет такой ангара а может быть и нет я допустим ангарами из мод паков не пользуюсь мне стандартного хватает там мужик бревна рубит топором в котелке чё-то варится речка журчит деревья чё еще надо зачем мне эти драконе на супер тесте тестируют огромное количество новых прям танков а что там еще тестировать конечно же новый прям танчики очередная пачка советских прям танков тяжелых и же очень мало в игре премиумный тт-8 советский ударный скоро можно будет складывать слова и предложения или даже возможно книги писать используя слова из названий премиумных танков советских тяжей также премиумная семерка т-44 122 а советские ст-7 американский тт-8 премиумный т-54 двухстволка и и уже очень давно тестируют скоро ее там за тестируют до смерти там протрется уже скоро от этих тестов также немало тестируются на супер тесте и прям танков девятого уровня таких как фв-4202 чифтейн прото куда же в прям танках без чифтейна к-91 вариант 2 советские 109 тл-7 премиумная пт-шка 9 уровня американская которую уже называют им бой хотя она только на супер тесте тестируются как и это имбовая пт-шка так и все остальные танки которые перечислил они могут стать как хуже так и лучше поскольку они еще аж на супер тесте когда они появятся не понятно просто я вам даю понять что прям танков еще может быть очень много и если лишних денег много то вот ждите картошечка вам обязательно чего-нибудь подкинет ну и по поводу картошечки леста сменила название двух компаний в снг wargaming москва на леста games москва вг агентство на леста games agency честно говоря название такие четкие классные тут даже ничего не добавить из русских слов наверное уже разучились название складывать хотя самое смешное что games по-русски то написано и и джинси какой-то ну да ладно утром в шесть часов по москве 23 мая заканчивается марафон на новый прем танк с хпткш мтк пвпш мвп-100 это новая чехловатская премиумная птшка восьмого уровня поэтому кто успел тот успел я не успел допустим и вообще не жалею зато я не играл больше чем я хотел сыграл в картошку за эту неделю столько сколько мне хотелось ну и к слову следующий марафон нас уже ждет месяц через три в конце августа я надеюсь что он будет не такой как обычно менее ломающий рандом и не заставляющие людей играть через силу много хотя я честно говоря в такой не верю да и к тому же этот марафон можно грубо говоря было докупить голдой голда могла остаться с нового года или с кланов или еще откуда-то у меня есть подозрения я конечно не эксперт но мне кажется что этот марафон принесет меньше бабла чем остальные хотя если вы следили за новостями world of tanks то могли заметить что каждый следующий марафон на прям танки приносил все меньше и меньше бабла поэтому очевидно что марафоны требовали изменений и мы вот пришли к такому марафону я не уделюсь если изменения нас не покинут 22 мая это последний день марафона который вот сейчас заканчивается когда я записываю это видео а 23 мая прям сразу на следующий день без перерыва а то не дай бог вы отдохнете от картошки ни в коем случае сразу из одной канавы в следующую в одной канаве марафон выполняли теперь в следующей канаве серебро на линии фронта можете поформить не забывайте об этом также на линии фронта будет очень много изменений балансные правки на карте крафтверк там что-то поделали молодцы линию фронта интегрировали в боевой пропуск вот бы еще линии фронта интегрировали в интересные бои вообще было бы замечательно ну и что-то там поделали с арендой в начале июня стартует 8 сезон боевого пропуска 7 у нас заканчивается 30 мая в нем вы сможете получить три девушки танкистки в каждой главе по одной не знаю будет ли там 4 или нет посмотрим также можно будет впервые получить свободный опыт в боевом пропуске и больше бонов также не будет 3d стилей может конечно многим они и не нужны были многим они не нравились поскольку они напоминали набор мусора на танке но все же лучше когда есть чем когда нет когда он есть и он не нравится ли не нужен его можно просто снять а когда его нет то даже и выбора нет одевать его или нет но опять же возможно есть какие-то проблемы с рисованием новых 3d стилей поскольку и же люди за деньги рисуют либо там компания перестраивается и некому либо не успели либо что-то в этом поменяли и 3d стиле новые будут в другом где-то месте в общем посмотрим со временем я думаю станет ясно а дать тут смысла особо нет также подробнее про изменения в новом боевом пропуске во первых у нас будет три главы на объекта 430 у на е100 и на стб-1 кранговые бои скорее всего у нас сменятся либо на е100 бои не знаю как их называть либо на самурайские бои в общем посмотрим также эти три ветки можно будет прокачивать быстрее выбирая ту или иную главу в каком-то там меню неведомом там целое расследование нужно провести чтобы понять где там переключать поскольку там целый путь написан куда нужно зайти чтобы включить ускоренную прокачку какой тот из этих трех веток включаешь ее и тебе даются дополнительные задания и скидки на прокачку этой ветки то есть ты ее быстрее прокачиваешь поскольку скидка на количество опыта требуемо на прокачку танка плюс еще боевые задачи активируются в которых вы получаете там дополнительный опыт опыт экипажа и быстрее еще прокачайте в общем в итоге за боевой пропуск вы можете быстро прокачать эти три ветки по итогу каждый месяц в боевом пропуске вы можете менять ветку которую хотите быстрее прокачать и в итоге за три месяца быстро прокачайте все три таким образом разработчики в боевой пропуск запихнули еще и акцию в бой такое ощущение что скоро запихнут всю игру в этот боевой пропуск с ним уже связано абсолютно все все награды в основном которые были они остаются там только бону будет больше 7350 можно будет за сезон получить жетончики за которые вы выбирали свои акционные девятки которые почти все мусор это все остается на месте там декальки какие-то всякий мусор за уровне боевого пропуска это все на месте самое главное что нам принесет новый боевой пропуск это окончание крановых боев и это хорошо это все главные новости за последнее время которые были в игре world of times подписывайтесь ставьте лайки удачного вам дня всем пока